МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Правду». Меня зовут Павел Кореневский. Сегодня в Беларуси можно купить всё. Развитая стационарная сеть магазинов предоставляет огромные возможности. Переходи, сравнивай и покупай. Но, скажу вам, можно купить всё, даже не выходя из дома, не поднимаясь с дивана. Выбрать, сравнить цены, и вам доставят в течение нескольких часов прямо к вам квартиру. О преимуществах интернет-торговли, о том, как не обжечься на молоке и не купить подделку, поговорим сегодня в программе. Для начала история интернет-торговли и законодательная база. Прадедушкой современного интернет-магазина можно смело считать видеотекст. Этот сервис придумал и запустил Майкл Айдрих в 1979 году. Тогда видеотекст представлял собой рекламную трансляцию товаров с призывом позвонить и заказать что-либо прямо сейчас. Первый интернет-магазин появился в 1992 году. Он имел книжную специализацию. Интересно, что почти все зарубежные интернет-магазины того времени стартовали именно с продажи книг, так как они имели неограниченный срок хранения и не требовали больших затрат по доставке. Благодаря интернету у человечества появились невероятные возможности, на фоне которых онлайн-магазины сегодня кажутся обыденностью. В Беларуси торговля с использованием сети интернет регулируется законодательными актами о торговле, о защите прав потребителей, правилами осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь номер 384. Чтобы реализовать товар, с помощью всемирной паутины необходимо соблюдать следующие правила. Продавец на сайте интернет-магазина должен обозначить юридический адрес и наименование своей организации. Индивидуальному предпринимателю необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес, сведения о государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию. Для потребителя нужно довести и всю информацию о реализуемом товаре, наименование, местонахождение изготовителя и импортера, установленные гарантийные сроки, дату изготовления и срок службы, цену, наличие товара в продаже, срок и условия доставки. При получении товара у курьера потребителю нужно сопоставить данные, полученные на сайте, с информацией в документах на приобретенный товар. Такие отметки, как имя и номер мобильного телефона на указанных документах, не допускаются. Не стоит стесняться требовать чек, надлежащим образом оформленный технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на понятном языке и гарантийный талон. Приобретая товары онлайн, за покупателем сохраняются все права, гарантированные законом Республики Беларусь о защите прав потребителей. В настоящее время в правительстве рассматривают проекты документа, который призван защитить права именно покупателей интернет-магазинов. Актуален вопрос внедрения и так называемых электронных денег, когда покупатель сможет рассчитаться за товар через интернет-банкинг или наложенным платежом по почте. Что ж, стоит или не стоит покупать в интернет-магазинах и как не обжечься на молоке, об этом поговорим в первой части. И гости программы «Правда» заместитель начальника управления торговли и услуг Мингрысполкома Ольга Владимировна Скурко. Добрый вам вечер. Здравствуйте. Владимир Самуилович Пучик, заведующий сектором по защите прав потребителей управления торговли и услуг Мингрысполкома. Вечер добрый. Добрый. И учредитель и коммерческий директор одного из крупнейших белорусских интернет-магазинов Сергей Олегович Ванилович. Добрый вечер. Вот, Сергей, сразу же к вам вопрос. Вы в этом всем варитесь уже. Как долго? Как долго ваш бизнес существует? На самом деле, 1 августа мы отметим 8 лет. И вот насколько вам интересно заниматься этим бизнесом? В чем, так скажем, его преимущество по сравнению с сетевыми магазинами? Это самая потенциальная и самая быстро растущая отрасль в торговле. И это нам дает силы, это нам дает заряд энергии, позитива приходить каждый день на работу и строить что-то новое. Мы как будто создаем... Я вот сразу слышу вот эту фразу, значит, что постоянно рост доходов, да? Все больше и больше. И объемы продаж все больше и больше. То есть вы забираете огромный кусок у, так скажем, стационарной торговли, да? Да, мы забираем этот кусок пирога, мы отрезаем свою часть. Интернет-торговля доказала свое необходимое существование в любой стране. На Западе она проявила себя более агрессивно и более, скажем так, активно. На смежных рынках, я говорю про Россию, про Украину, она также показала потенциал к росту. Мы работаем над ростом интернет-торговли в Республике Беларусь. Мы сегодня работаем не за доходы, мы сегодня работаем в первую очередь за то, чтобы создать авторитет. Поэтому мы сегодня, я очень рад сегодняшней нашей встрече, я благодарен за то, что меня сегодня пригласили. И сегодня наша основная цель – это сначала создать авторитет, а потом мы уже себя в ней проявим. Сегодня мы работаем над авторитетом, над развитием, как я уже говорил, интернет-торговли. Ольга Владимировна, вот скажите, о стационарной торговле. В первую очередь, я хочу спросить, беспокоит бурный рост интернет-торговли то, что она забирает покупателей, а значит и прибыли, доходы? Я с этим не соглашусь, потому что стационарная торговая сеть – это одно направление, а интернет-торговля – это другое направление. Каждый предлагает свою группу товаров, значит, каждый имеет своего покупателя и не потеряет своей актуальности, как стационарная, так и интернет. Это параллельно две развивающиеся формы торговли. Торговля через интернет – это та же самая розничная торговля, это одна из форм розничной торговли, поэтому на законодательном уровне она регулируется теми же самыми нормативными документами, тем, что, как вы сказали, стационарная сеть. Работают интернет-магазины в соответствии с тем же законом о торговле, в соответствии с правилами осуществления розничной торговли, утвержденные постановлением правительства. И отдельным постановлением правительства, которым утверждены правила осуществления розничной торговли по образцам. С 1 июля вступает в силу новшества, касающиеся интернет-торговли. Давайте подробнее остановимся. Что изменится? Значит, появляется такая норма, которая позволит осуществлять расчеты, как в наличной, так и в безналичной форме, путем, будем так говорить, дистационного перечисления денежных средств. То есть путем перечисления через интернет, путем применения расчетов банковскими пластиковыми карточками, путем расчетов через отделение банков, отделение связи и так далее, иными путями, которые, основное то, что здесь, которые позволяют зачислять денежные средства на расчетные счета продавца. Вносятся изменения в части предоставления обязательной информации на сайте. Скажите, Сергей, а как контролирует вас государство? Вот вы ощущаете контроль? Во-первых, мы всегда идем впереди. Допустим, дистационное право, дистационная оплата мы предоставили покупателю еще задолго до того, как Министерство торговли или Мингресс-полком выступили с такой инициативой. По поводу контроля мы ему очень рады. Мы хотим, чтобы интернет-торговля в Беларуси развивалась по правилам, чтобы наши конкуренты работали по правилам. Мы видим именно в этом перспективу. Дело в том, что серый, какой-то хаотичный рынок, он не способен к какому-то масштабному развитию. А интернет-торговля, она заслуживает достаточно широкого масштаба, поэтому мы однозначно за контроль. Ну хорошо, а вот скажите, какие основные претензии все-таки вы фокусируете в управлении торговли к интернет-магазину? На что люди жалуются? Значит, ну хотелось бы отметить, что действительно мы бежим немножко впереди паровоза с интернет-торговли. Наш потребитель не готов на данный момент грамотно купить товар. Что привлекает в основном потребителя? Цена и быстрота доставки. Но чем это чревато для потребителя? Товар, как в большинстве случаев, я не буду говорить как правило, передается в подъезде, где-то на площади. Передается зачастую ночью, когда его невозможно посмотреть. Допустим, если это стиральная машина, невозможно осуществить предпродажную подготовку. То бишь, в результате поступают жалобы. Товар дешевый, товар никакой. Товар некачественный. Некачественный. Далее. Хорошо, цена соблазнила, но не посмотрел потребитель на сайте интернет-магазина, кто ему продал. Поздно. Коробка не вскрыта. Техническая документация к товару не заполнена, как требует это законодательство. Нет наименования продавца. В лучшем случае стоит отметка интернет-магазин и название ремонтного сервисного центра. Больше практически ничего. Кому обратиться, информации отсутствует. Значит, на сегодняшний день где-то порядка 16 обращений граждан чисто по информации, что они не могут разыскать вот этого недобросовестного продавца. По телефонам продавец заверяет, что сегодня, завтра, послезавтра, через неделю. Далее. Телефоны данного заявителя блокируются. Ответа никакого. И потребитель вынужден обращаться либо в общественное объединение, либо в государственные органы, осуществляющие защиту прав потребителей. Хотя бы даже только за тем, чтобы узнать адрес вот этого продавца. Тоже продавец, да, был? Да. Не говоря о том, что информация должна доводиться на русском либо белорусском языках и об изготовителе, и об импортере. Это как минимум. Кто является поставщиком его адрес? Потому что в соответствии с законодательством, если Республики Беларусь о защите прав потребителей, если продавец прекращает осуществление деятельности, либо объявляется банкротом, то претензию потребитель вправе предъявить изготовителю. Вот говоря о сфере интернет-торговли, скажите, вы изнутри, а вы, что называется, со стороны руководства города. То есть как много вот в этой сфере действительно, ну, не знаю, серых или каких угодно цвета продавцов? Но у меня сначала вопрос. А неужели на рынке, вот павильоны на рынке, ведь там точно так же можно приобрести некачественный чайник. Павильоны на рынке, они настолько мобильные, что точно так же пришел и даже телефона нет. Я немножечко могу по этому вопросу пояснить. Дело в том, что на рынках павильоны, адрес вот этого павильона, схему и место расположения можно уточнить у администрации рынка, которая обязана оказывать содействие потребителю как раз-то в урегулировании вот этих вот конфликтов. При невыдаче книги, замечаний, предложений, место расположения вот этого недобросовестного продавца и так далее. То бишь существует реальная возможность потребителю установить, по крайней мере, кто. Хотя бы приблизительно в каком секторе рынка стояла та или иная, скажем так, повадка. В соответствии с правилами вот один такой нюанс. Для интернет-торговли это не предусмотрено. Предусмотрено указывать на сайте все сведения. А заходя в магазин или в павильон, который расположен на рынке, сразу мы видим информацию на вывеске на дверях, информацию внутри торгового зала, плюс обязательное наличие бейджика у непосредственного продавца. Поэтому вот здесь есть отличия. Самое главное, что потребитель это действительно читал. Скажите, все-таки, как много серых и как это изменяется за последние годы? К сожалению, много. И как это изменяется, самые крупные и самые те игроки, интернет-продавцы, которые действительно заслуживают доверия, которые сегодня действительно работают хорошо, они уже, как правило, полностью белые. То есть, назовем, если мы говорим «белые и серые», они полностью соответствуют до последней буквы всем регламентам, всем постановлениям, всем законодательным актам. Дело в том, что они ценят свой бизнес, их бизнес, как правило, стоит уже не две копейки, и поэтому они уже, как говорится, не в том возрасте, чтобы чем-то рисковать. И они уже к своему бизнесу относятся чуть-чуть по-другому. Но также есть и игроки, которые, скажем так, игроками, их еще нельзя назвать, они только пробуют. Действительно, интернет-магазин можно открыть за один день. Ну, действительно, интернет-магазин – это просто красивая картинка, да? У тебя на экране компьютер. Вот сейчас мы возьмем там, в планшетнике, в компьютере, в течение нескольких минут можем найти действительно более дешевые товары в интернет-магазине. А что за этой красивой картинкой? Я, как обычный покупатель, ну, естественно, не разберусь. В этом и проблема. Поэтому даже вот у нас на сайте была отдельная статья, как выбрать интернет-магазин. Часто мы видим, куда поехать отдохнуть, или какой выбрать чайник. Я непосредственно написал статью, как выбрать интернет-магазин. Существует достаточно много несложных правил. Если потребитель будет ими руководствоваться, он выберет абсолютно адекватный интернет-магазин. Ну, скажите, а вот все уточнения, которые происходили на законодательном уровне, здесь, ну, и пожелания, и, может быть, ужесточение какое-то правил игры в этой сфере. А достаточно ли на сегодняшний день? Или все-таки требуется, вот, на ваш взгляд, какие-то законодательные инициативы? Потому что, ну, все-таки я понимаю, Минторг, и Вы, как управление торговли, за то, чтобы правила игры были максимально ясны, и правила игры соблюдались всеми, в том числе и в сфере интернет-торговли. Ну, я хочу сказать, что законодательство постепенно всегда совершенствуется с учетом наработанной практики. Когда вышло постановление правительства номер 31 в 2009 году, туда уже были заложены определенные такие требования, специфические к интернет-магазинам. И поэтому, вот, повторюсь, будут с 1 июля вступает норма, которая, как мы надеемся, сделает прозрачные расчеты. Ну, что ж, поговорим о том, как правильно покупать в интернет-магазинах. Будет ли чек вашим правом на обмен некачественным товаром? Ну, об этом и не только. После рекламы на телеканале СТВ. Узнаем правду. Вы смотрите правду. Сегодня мы обсуждаем интернет-торговлю с точки зрения потребителей, наш, покупателей, как необжично молоке и как правильно покупать в мировой сети. К нам, к нашему разговору, присоединился заместитель председателя общественного объединения защиты потребителей Сергей Александрович Федорец. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сразу же вопросы. Я знаю, что вы ни раз и ни два сталкивались с претензиями о потребителе к интернет-торговле. Все-таки какие это претензии и можно ли, ну, в конце концов, вернуть деньги или получить качественный товар? Ну, интернет развивается у нас семимильными шагами. Естественно, покупок совершается больше. Поэтому претензий не одна и не две, а их достаточно много. Как правило, претензии связаны именно с порядком осуществления продажи, то есть с оформлением договора купли-продажи и оформлением документа, который выдают потребителю при осуществлении покупки. То есть очень часто звонят и говорят о том, что когда возникает проблема с товаром, люди начинают смотреть, что они могут предпринять, как обратиться в интернет-магазин, и обнаруживают, что те же гарантийные талоны, которые выдаются на ряд товаров, они не содержат информации о продавце. То есть это больная, действительно больная тема для приоформления документов интернет-магазинами и недосмотр ввиду незнания, наверное, своих прав, незнания законодательства потребителям. Это самая главная проблема. Ну, хорошо. А вот в вашей практике можно ли было доказать правоту именно, ну, не то что правоту, а вернуть деньги и получить качественный товар? Да, можно. Есть случаи, когда действительно доказывали, ну, как правило, в основном это через суд, да, есть люди, которые могут немного себя подстраховать, то есть делают скрин страницы интернет-магазинов с указанием того товара, то есть даже распечатывают корзины, которые они заполняли, то есть когда покупали данный товар, и в последующем перепиской... То есть, что называется, фиксируют каждый свой шаг, да? Совершенно верно. Страхуясь. Страхуясь, да. Даже так. Даже так. Даже в последующем, если товар, ну, мелочь какая-то, не всегда чек дают, не всегда чек требуешь, не всегда есть гарантийный талон, ведь не каждый товар имеет гарантийный срок. Но таким вот образом есть у нас примеры, когда действительно люди доказывали наличие недостатков, доказывали наличие договоротных отношений и возвращали деньги. Вы знаете, давайте вот лучше всего и показательно это самому осуществить покупку, поэтому давайте мы сейчас с Сергеем заполним на вашем же интернет-магазине, только так, чтобы это было абсолютно инкогнито, ну, и купим, предположим, то, что нам нужно в студии, там, компьютер-ноутбук, да? Поэтому мы сейчас заполняем заявку, наш адрес коммунистическая, 6, наш телефон в студии, ну, и в течение программы, я думаю, что мы услышим, как долго обрабатывается звонок в среднем. Ну, в зависимости от загрузки колл-центра, это может занять несколько минут, может быть, занять и до получаса. Ну, посмотрим, поэкспериментируем. Как только у нас будет звонок, мы выведем его и узнаем, как правильно покупать, доставит ли нам компьютер. Ну, возвращаясь к нашим претензиям, все-таки, как правильно осуществить покупку в интернет-магазине, и вот уже сталкиваясь с самыми разными ошибками покупателей, что посоветуешь? Ну, я посоветую прежде всего при осуществлении покупки, при беседе с представителем интернет-магазина, сразу интересоваться о тех документах, которые будут предоставлены вместе с товаром. Очень часто были случаи, причем проверяли и сами, что когда начинаешь задать вопрос по поводу чека, по поводу обязательного указания в гарантийном талоне, наименования продавца и штампа, магазины просто-напросто представители не появлялись, то есть товар не доставлялся. То есть это свидетельствует о том, что магазин не заинтересован в том, чтобы работать постоянно, и что товар, который они реализуют, не совсем, наверное, легален и находится в Республике Беларусь не совсем законным способом. Но при этом и были примеры обратного свойства, когда, казалось бы, приобретается небольшая вещь, но при этом без просьбы потребителя привозится товар вместе с гарантийным талоном, который заполнен надлежащим образом. Стоит печать индивидуального предпринимателя, стоит указание товара, его серийный номер, цена, подпись без проблем, то есть и дата продажи. Что свидетельствует о том, что данный индивидуальный предприниматель тем самым, по крайней мере, внушает доверие. То есть, с моей точки зрения, это действительно важно. И собирается работать на рынке достаточно долго. Сергей, ну, к вам вопрос. Раз вы уже статью у себя на сайте написали, распространили в белорусском нете, как правильно выбрать интернет-магазин? Так все-таки как это правильно сделать? Вопрос достаточно актуальный. На самом деле, я сравниваю интернет-магазин с обычным магазином, с обычной сетью. Если хотите, можно взять самую авторитетную сеть, без имен, окей. Что нас, в первую очередь, поражает, прежде всего, в магазине, в обычном? Все цены должны быть в белорусских рублях. Нельзя останавливать свой выбор. Я крайне не рекомендую, если цены указаны в каких-то условных единицах или валюте. Это могут быть в будущем какие-то проблемы. Цены должны быть указаны исключительно в том единственном виде. Это в белорусских рублях. Так как только белорусские рубли разрешено принимать и расплачиваться на территории. В интернет-магазинах, я хочу уточнить, наши интернет-магазины не имеют права принимать валютную выручку? Конечно, не имеют. То есть, я всегда сразу же... То есть, это уже сразу же должно вас настораживать? Конечно. И это нарушение? Конечно. Я всегда потребителям советую поставить себя также на уровне любого покупателя в гастрономии. Мы покупаем сметану за белорусские рубли. Почему мы ноутбук должны покупать за иностранную валюту? Исключительно за белорусские рубли. Вам за сметану в магазине дают чек? Или готовы принять у вас оплату карточкой пластиковой? Все наши курьеры также оснащены... Я даже специально принес показать телезрителям такое вот мобильное устройство. Это одновременно касса и платежный терминал. Можно пластиковой карточкой прямо по нему расплатиться, и потребитель получает чек. Как еще можно определить, достойный интернет-магазин вашего выбора или нет? Я уже сразу карточки подготовил, чтобы рассчитаться за наш заказ наших белорусских банков, как положено, в рублях. Элементарно. Конечно, на сайте должна быть вся информация, чтобы потребитель, чтобы каждый клиент знал, кем импортирован или кто изготовитель данного товара. Есть небольшой тест для того, чтобы узнать, товар официально завезен или неофициально. Можно спросить, а продается ли вы этот товар по безналу? Если продавец не откажется и согласится именно по этой же цене продать вам товар по безналу, это гарантия того, что товар абсолютно официальный. Значит, продавец имеет все необходимые документы для того, чтобы продавать, и этот товар сертифицирован, и, в принципе, вы сразу себя застраховываете от какого-то контрафактного товара. Секундочку, мы отвлечемся на звонок из интернет-магазина буквально, несколько минут прошло, и у нас уже поступил наш отклик по нашему заказу. Алло, слушаю вас, алло. Да, по поводу заказа на ноутбук Samsung. Да, 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 да. Будьте любезны, у вас вот хорошая цена, 3,5 миллиона рублей, нормально. Расскажите мне про сам ноутбук, ну, то есть он сертифицирован, или есть ли на него гарантия, там, какие документы? Гарантия на него будет год, конечно, он сертифицирован, растаможен, все официально. Будет установлена операционная система Windows 7. Угу. Будьте любезны, а вот цена в рублях, а могу я там, ну, долларами, не знаю, рассчитаться? Только белорусскими рублями. Угу. Хорошо. И скажите, как быстро вы можете заказать? Просто сейчас уже поздно, я понимаю, сегодня. То есть сегодня уже не доставите, да? Сегодня сможем вам доставить. В вечернее время указывайте, пожалуйста, адрес доставки. У меня адрес там указан, коммунистическая. Коммунистического 6. Это административное здание, правильно? Да, 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 да. А еще скажите, вот будет ли курьер, который мне расскажет, как разобраться с этим ноутбуком, чтобы он его подключил? Да, конечно, но любой курьер может включить ноутбук, показать его работоспособность. Там будут установлены уже все популярные программы, то есть офис будет установлен, будет установлен скайп, интернет-браузеры, то есть он полностью будет готов к работе. И хорошо, у меня вот последнее. А скажите, чек, ну, какие-то документы он привезет, продажи, и потом, если вдруг мне не подойдет товар, а, ну, могу ли я вам его вернуть, не знаю, обменять там? При себе у него будут документы, это гарантийный талон на ноутбук, печать гарантийная, и он выбьет вам чек на ваш, как бы, сам товар. Товар обмену и возврату не подлежит, просто потому что он вам не подошел, только если в нем есть какие-то, ну, то есть, недостатки. То есть либо он бракованный, либо где-то бракованный, ну, именно по внешнему виду, где-то скол, либо что-то такое. Дело в том, что данный товар относится к категории сложной, ну, электронной техники, поэтому обмену и возврату, если он исправно, не подлежит. Отлично, спасибо большое. Вы позвонили на телевидение, мы разговаривали рядом со мной, ваш директор магазина. Это программа «Правда», поэтому спасибо, что вы так быстро нам перезвонили в течение нескольких минут после оформления заказа. Достаточно подробно и четко все изложили, и я надеюсь, что торговлю у вас будет идти хорошо. Поэтому спасибо большое за звонок и за оперативность, и за вашу работу. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Как часто вы обращаетесь в интернет-магазины? И вот я знаю, что ты много раз уже сталкивался с проблемами. Ты доверяешь сейчас интернет-магазинам? Покупаешь там? Или все-таки лучше в розничную сеть пойти? Ну, я приведу такой свежий пример. Я недавно обращался в интернет-магазин, причем в российский, в московский интернет-магазин, будучи там, и сравнил, как работает белорусский интернет-магазин и как работает конкретный московский интернет-магазин, российский даже, по всей России. И, в принципе, меня удивил уже сам факт того, что мне привезли уже чеки. То есть я еще не рассчитался, но кассовые чеки были выбиты. То есть на ту технику, которую я приобретал. При мне были заполнены гарантийные эталоны, поставлены штампы. Товар действительно был... Уточнили, необходимо ли его распаковать, посмотреть. Я говорю, да, пожалуйста, распакуйте. Я товар посмотрел, все в порядке. Мне его назад упаковали, проштамповали, пожелали удачи, забрали деньги и уехали. У нас, в принципе, действительно, я же говорю, есть примеры положительные, и все меняется в лучшую сторону. Но, к сожалению, вот есть еще недобросовестные интернет-магазины, которые пользуются незнанием законов потребителей, своими правами, и создают прецеденты того, что люди вынуждены обращаться в суды. Ну и почему вы пользуетесь интернетом? Все-таки как успокоить и скептиков? На самом деле, почему мы пользуемся интернетом? Интернетом мы пользуемся по одной простой причине. Это удобно и комфортно. Ассортимент в интернет-магазинах действительно очень шикарный. И зачастую, когда хороший магазин, санкционарная сеть предлагает к выбору, к примеру, 50 холодильников, то в интернете клиент может встретить в ассортименте и 400, и более холодильников. То есть самые острые амбиции можно осуществить именно при выборе в интернете. То есть как в знаменитом фильме «Будем искать такое же, только с перламутровыми пуговицами». То есть в интернет-магазине можно пройти. Именно так. Это однозначное преимущество. Дальше товар привозят именно в удобное время, именно к тебе домой. Это настолько удобно. Товар запакован, едет прямо со склада. Если же товар покупается в магазине, то он, как правило, уже стоял на витрине. Соответственно, могут быть какие-то последствия. Товар где-то, может быть, уже его кто-то смотрел. А в интернет-магазине царапинки, микроцарапинки, но тем не менее. Конечно, товар новый, безусловно, но в интернет-магазине едет прямо со склада. Это тоже преимущество. Дальше-то доставка в удобное время прямо домой. Я, например, книжки исключительно покупаю только в интернет-магазине. Это настолько удобно. Через там... Не обязательно доставка день в день. Пусть эта доставка будет там в течение недели. Но когда в офис привозят книжку, я не понимаю, как можно сегодня за книжкой ехать в книжный магазин. Это нужно искать парковку, это нужно искать долго стоять за стенда, выбирать, спросить консультацию продавца, где найти именно эту книжку, именно этого автора. В интернете можно сделать все самостоятельно в любое время суток. Учитывая, что, допустим, есть чем заняться днем, то это можно сделать в самый поздний вечер. Заказ будет обработан на утро, и книжка будет получена в удобное время. Книжки я только покупаю, и достаточно часто пользуются интернет-торговлей, конечно. То есть, подводя итоги нашей программы, скажу, что все-таки мы, здесь находящиеся за интернет-торговлю, это быстро, это удобно, это комфортно, и это благодаря отсутствию издержек на магазины, на офисы и прочее, это все-таки дешевле. Но самое главное, для чего мы и делаем эту программу, это знание нас, покупателей, своих прав, и знание того, что должен предоставить вам интернет-магазин. Я напомню, что на самом сайте интернет-магазина вы должны увидеть, кто, где, контактные телефоны, с кем вы разговариваете. Вы должны уточнить, какие документы вам привезут, обязательно посмотреть в эти документы, гарантийные талоны, внимательно посмотреть, все ли там правильно. Ну и в конце концов, вам должны распаковать товар, показать, что он работоспособен, и у вас, как вы слышали, даже во время нашего заказа будет еще время, если есть какие-то претензии, сколы, какие-то проблемы, вы можете его без проблем вернуть и получить деньги обратно. Поэтому мне кажется, что все-таки будущее за интернет-торговлей, не отметая стационарную торговлю, но все-таки все больше и больше, мне бы хотелось, чтобы было вариантов и возможностей в нашем белорусском интернете. И я благодарю, что вот есть такие у нас хорошие, нормальные, внятные интернет-магазины, которые сами ратуют за то, чтобы было поменьше серых. Ну и я надеюсь, что вот знания и общества защиты прав потребителей, и общественные организации, и государственные, все-таки будут помогать и разъяснять нам, покупателям, наши права. Поэтому давайте больше покупать и не бояться интернет-магазинов. Спасибо за разговор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.